Мур, привет друг, это Зверько. И давай теперь разберем подробнее навыки Атласа. Он наконец появился на тестовом. Итак, Атлас это герой танк с некоторой частью контроля, такой своеобразный. Навыки. Пассивка. Атлас после использования любого навыка проецирует вокруг себя область замедления, замедляет противника ненадолго и действует с перезарядкой. Замедляет только скорость бега и на 40%, продолжительностью в 1 секунду и имеет КД в 3 секунды. Крайне слабая пассивка. Особенно если сравнивать, как четко держит замедление Хилос. Неожиданно продолжим со второго навыка. Атлас выбирается из своего мехи, притом может в этот момент перепрыгнуть препятствие. Он увеличивает свою скорость бега на 30%, а меха начинает к нему приближаться по прямой линии. Когда они вновь встречаются, то происходит небольшой взрыв, который наносит урон и станет противника на 1 секунду. Если после выхода или меха, или атлас получают урон, он как бы общий для двух тел, но уменьшается на 50%. Кроме того, если прожать навык второй раз, меха быстро притянется к атласу и таким образом можно поймать противника в стан. Впрочем, область небольшая и враг может увернуться. Выйдя из мехи, ульту применять нельзя, но можно первый навык. В этом случае и меха, и сам атлас его применят. Так вот, первый навык это ударная волна, наносящая урон. В описании сказано о трех взрывах. Мне худо-бедно удалось выдавить три срабатывания урона на бегущем противнике. Но здесь не только проблема в тайминге и скорости перемещения противника. Порой из-за какого-то бага урон даже не проходит. Ульта. Тут поинтереснее. Атлас встает и начинает заряжаться, цепляя цепью и замедляя противника. Потом вместе с врагом совершает прыжок, нанося урон. Проблема навыка. Сам атлас, во-первых, стоит, а вражеская цель может выпрыгнуть или попросту выйти из зоны действия навыка, хоть и немного замедленно. Или, если враг заходит после начала заряда, его цепи не захватывают. А по идее должны, на мой взгляд. Кроме того, по завершению заряда, если ты кнопку не отпустил, атлас прыгает в верхний правый угол. То есть к врагам нафига. Из плюсов. Если все правильно сделал, ты можешь прикинуть к себе и прыгнуть с группой врагов к своим союзникам. Вообще, комбо прослеживается. Подлетаем вторым навыком, ультуем и бьем первым навыком. После чего чуть потрепанный враг убегает, если рядом нет союзников. Мои впечатления. Сама идея к толху в механическом костюме топчик. Хотя бы не банальный человек. Но играет даже против ботов. А боты играют лучше большинства индонезийцев на тестовом. Хотя бы потому, что намеренно не фидят и не встают в АФК. Так вот, даже против ботов было тяжело. Потому что навыка, наносящего урон, как бы нет. От первого навыка персонажи банально отшагивали, да и урона он наносит не так уж и много. От второго уворачивались, потому что область действия крайне мала. Или вот ты вроде застанил вторым, ультуешь, к тебе во время ульты подбегают еще четверо. И ты думаешь, прыгнешь всей толпой, а фиг там. Они подбежали уже сформированный круг, и ульта их не цепляет. А должна? Какой иначе смысл? И вот, ты прыгаешь с одним перцем и пытаешься убежать. Пассивка просто максимально унылая. У каждого, каждого героя есть чертова замедление. И получше, чем этот костыль. Ульту, я надеюсь, допилят. А второй навык достаточно необычный. Кстати, иногда он бажит, и роботело начинает атаковать тех, кого бьет осьминог своими щупальцами. Ну а на этом все. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал, делись этим видео с друзьями и удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok